Установка синтезатора RH Voice, автор Ольга Яковлева. Заходим в папку. Вот версия RH Voice 2.0.4. Точка аддон. Расширение аддон. Активируем. То есть нам было сообщено, что устанавливайте дополнение только из доверенных источников и предложено было установить. Окей. Установка дополнения делок. Пожалуйста, подождите, пока идет процесс установки дополнения. Текст. Перезапустить NVIDIA делок. Для того, чтобы изменили и вступили в силу, необходимо перезапустить NVIDIA. Хотите сделать это сейчас? Кнопка Alt-V. Была произведена установка дополнения. Для того, чтобы дополнение вступило в силу, перезапустить NVIDIA. Да, кнопка. Что? Total Commander 8.01. Итак, дополнение RH Voice было установлено. Теперь нам нужно его выбрать в списке синтезаторов. По комбинации клавиш Insert, Ctrl, S. Это наш ESPIC. Вверх. Вот он данный синтезатор. Enter. Total Commander 8.01 зону. Список. Оричь, Вонс, 0.4 и 2 точка. Вот у нас он заговорил. Теперь давайте зайдем в настройки. Можно настройки произвести также. Insert, Ctrl, удерживая влево-вправо. Но мы зайдем в настройки данного синтезатора. Insert N. Insert menu. Параметры подмену G. Параметры подмену G. Голоса заходим. Настройки голоса диалог. Скорость. Ползунок 60 Alt-S. Также для этого меню существует горячая клавиша Insert, Control, V. Тут скорость у нас. 61, 62, 61, 60. Высота. Ползунок 55 Alt-V. 56, 57, 56, 55. Громкость. Ползунок 85 Alt-V. Громкость. Голос. Комбинированный список. Комбинированный список. Александр. Данный синтезатор поддерживает, имеет выбор голосов. Вниз. Тут три русскоязычных. Елена. Ирина. Александр Споменко. Потом и тут тандемы. Александр плюс Споменко. Елена Споменко. Елена плюс Споменко. Ирина Споменко. Александр Эллен. Англоязычный Александр плюс англоязычный Алан. Александр Синалбин. Эллен и Аллен. Эллен Синалбин. Ирина. Ирина. Ирина Синалбин. Ирина Синалбин. Эллен Синалбин. Эллен и Аллен. Александр Синалбин. Александр Аллен. Ирина Споменко. То есть тут три русскоязычных. Александр, Елена, Ирина. Два англоязычных. Alan и CLB. И для эсперанто. Остается мы на Александре. Таб. Для данного синтезатора этот флажок актуален, поскольку он поддерживает автоматическое переключение. Для данного синтезатора этот флажок не актуален, это актуально для англоязычных синтезаторов. Например, Дэниел, Саманта. Уровень пунктуации. Комбинированный список. Некоторые закрыты. Ауту. Уровень пунктуации. То есть знаки припинания. Большинство. То есть комбинированный список. Стрелками вверх-вниз выбираем то, что вам удобно. Все. Большинство. Некоторые. Давайте поставим большинство. Процент смены высоты для заглавных редакторов. Выделено 20. То есть при попадании на заглавную букву у вас смена высоты голоса будет увеличиваться. В данном случае на 20%. Тут можете сами выбрать какой-то вариант. Допустим. 2. Не выделено 20. 0. 3. 3. 0. Говорит большая. Процент смены высоты для заглавных редакторов. Выделено 30. 30 поставим. Говорит большая перед заглавными буквами флажок не отмечено. То есть если вы поставите флажок, он будет об этом сообщать. Давайте поставим. Пробел. Отмечено. Сигнал перед заглавными буквами флажок отмечено Outless. То есть на заглавную букву вы попадете. Если данный флажок сейчас у вас активирован, то у вас будет звучать и сигнал, и синтезатор еще будет говорить, что это заглавная буква. Вы можете выбрать вариант, который сами лучше воспринимаете. Использовать посимвольное чтение, если поддерживается флажок отмечено Outless. Посимвольное чтение это актуально для одиночных букв, например, предлогов. Полка и кнопка. Сонтель комменты 8.0. Давайте сохраним конфигурацию. Insert Ctrl C. Конфигурация сохранена. Теперь давайте текстовый редактор откроем. Допустим, напишем слово. Английский, русский, левая, круглая, Россия, правая, круглая, минус русская. Вот видите, мы пунктуацию включили, он стал говорить много символов пунктуации. Дальше Эпе. Эп, пи, ле, ле, ле. Привет, видите. Запятая. Встаем на заглавную букву. Дальше Эпе. И интонация поменялась, и звуковой сигнал появился. А теперь зайдем еще раз к настройке голоса. Insert N. Параметры под минуты. Общий настрой. Симпезатор голоса. Настройки голоса диалог. Скорость двоеточие. Ползунок 60. Высота двоеточие. Ползунок, громкость двоеточие. Ползунок, голос двоеточие. Комбинированный список. Alexander закрыто. Автоматическое переключение языков. Левое. Автоматический уровень пунктуации. Комбинированный список. Большинство закрыто. Давайте. Некоторые. Некоторые сделаем. Процент смены высоты для заглавных редактор. Выделено 30. Говорить кавычки, большая кавычки. Перед заглавными буквами флажок. Отмечено A+. Давайте уберем этот флажок. Пробел. Не отмечено. Сигнал перед заглавными буквами флажок. Отмечено A+. Оставим только сигнал. Окей. Редактор многострочный. Привет. Теперь. Сохраним конфигурацию. Insert Ctrl C. Конфигурация сохранена. Теперь встаем на заглавную букву. Теперь. Видите? Теперь звуковой сигнал. То есть вот так мы с вами установили синтезатор RH Voice от автора Ольги Яковлевой. И произвели некоторые настройки. Настройки потом сохранили по комбинации Insert Ctrl C. Иначе бы при перезагрузке NVDA настройки вернулись к предшествующим. По умолчанию.